Я рад приветствовать всех вас на моем канале. Перед вами два трансформатора практически одинаковых, но один из них можно сказать вау, а другой я бы сказал хайкои. Ну и который из них похуже, а который из них получше, как думаете? Вот вам секунда на размышления и наверное начнем с того, который похуже. Да, вот этот трансформатор и погрязнее и похуже. Посмотрим, что у него написано на обороте. Ну это трансформатор ТВК-90ПЦ, и это важно, 4. Именно ПЦ. Что это говорит? Что за трансформаторный подсак такой у меня в руках? Ну то, что это ТВК, это трансформатор кадровой развертки. За 90 не ручаюсь, а вот то, что ПЦ говорит о том, что он работал с полупроводниковыми приборами, такими как транзисторы. Вот это гарантировано. Именно об этом и гласят все даташиты по подобным трансформаторам. Трансформатор не ахти какой, железо у него не хорошее, и складывается и раскладывается он весьма криво, поэтому если на нем кто-то собрался делать звуковые трансформаторы для ламповых усилителей, я бы сказал, чтобы они этого не делали. И да, пометочка на замечание. Если здесь будет стоять буковка Л, то есть будет ТВК что-нибудь и ЛЦ1, там 2 или прочее, то это будет говорить о том, что перед вами ламповый трансформатор, и он рассчитан на работу с лампами. Итак, это трансформатор кадровой развертки, и на нем можно было делать бы звуковые выходные трансформаторы, но не стоит. А вот трансформаторы для питания чего-нибудь всегда пожалуйста. И вот, к примеру, в студию нам вот такой вот трансформатор питания, они похожи. Вот сделать из вот этого ТВК вот это вот не ВК можно. Ну, шучу, конечно. Это вот сетевой трансформатор, который имеет обмоточку на 220 вольт и выход на 12 вольт. Все хорошо, одно другому соответствует. В обратку делать не будем. Ну, а теперь трансформатор ВАУ. Трансформатор ВАУ это настоящий звуковой трансформатор. Где у него тут пометочка? Ну, думаю, ее будет плохо видно. ТВЗ 1.8. Наверное, так. Или 2. Тут не очень так хорошо видно. Да, 1.9 даже. Во, хорошо. Это 7-ваттный звуковой трансформатор. И что же в нем такого ВАУ? А потому что этот трансформатор из настоящей звуковой аппаратуры, то есть стоял он на выходе ламповых телевизоров, на выходе телевизоров, которые совмещали в себе полупроводники и лампы, такие тоже были, допустим, Фотон 714, ламповый телевизор с полупроводниками, и вот там как раз находился вот такой вот звуковой трансформаторчик. В чем же его ВАУ? Ну, во-первых, он 7-ваттный. 7-ватт? 7-ватт это, конечно, не концертная акустика, но для дома, для семьи это просто прелесть. Такие трансформаторы звуковые как раз и любят звуковые радиолюбители. Хотя некоторые предпочитают мотать их из вот такого железа или мотать их вообще на сетевых трансформаторах, но я бы этого не рекомендовал. Лучше использовать готовое. Для ламп великолепно. Какие же характеристики может передавать именно вот такой вот трансформатор ТВЗ? ТВЗ может от 8 Гц до 36 тысяч Гц, ну или 36 килогерц, практически без искажений передавать звуковые сигналы. Уровень искажений это примерно полпроцента, насколько я помню, для именно таких трансформаторов. То есть достичь на транзисторных усилителях, да еще и с самодельным трансформатором, ничего подобного не удастся. Используйте лучше готовый. А теперь маленькая изюминка. Вот отличие этого и вот этого трансформатора по железу, конечно, разительное. Там разное железо, по-разному оно скомпоновано. И если вот у этого трансформатора по первичной обмотке индуктивность 23 Генри, заявленная даташитами, то здесь, конечно же, и проволока другая используется, и железо другое. И достичь примерно можно индуктивности 8 Генри. А это две большие разницы. Хотя тут я могу, конечно, и ошибаться. Но слышал я часто, что именно вот на таких трансформаторах кто-то делал блоки питания. Или же рекомендуют их делать. Не делайте так, ребята. Так же, как из вот этого трансформатора и из вот этого нельзя сделать хороший звуковой трансформатор, Так и из звукового не стоит делать трансформатор, просто который будет из розеточки 220 Вольт делать вам пониженное напряжение с увеличенным током. Не надо этого делать. Тут еще, если просто так перемотать катушки и не особо приглядеться к сердечнику, есть зазор, который проложен вощеной бумагой. Этот зазор специально делается именно для звуковых трансформаторов. В этих трансформаторах никакого зазора между магнитопроводом, вот здесь вот в центральной точке, вот здесь вот в центральной точке, нет. Поэтому эти трансформаторы в корне отличаются. Да, можно попытаться сунуть его в розетку, он будет прекрасно греться, он будет прекрасно понижать напряжение. Но это все равно, что пользоваться, ну, я не знаю, позолоченными контактами не в том месте, где это нужно. Вот и все. Да, в принципе, ребята, все. Все, что хотел сказать, что два одинаковых трансформатора очень сильно в корне отличаются. Один из которых прекрасно можно перематывать, либо выкидывать на свалку, а другой хранить, хранить как зеницу ока и делать на нем что-нибудь интересное, красиво звучащее. На этом все. Пока. До следующих встреч.